Директора школы в селе Копа Тимирского района освободили от должности. Генпрокурор взял на личный контроль расследование убийства девятиклассника. Задержаны двое. Социальная помощь для социально уязвимых. Сегодня специалисты госорганов провели прием граждан по вопросам выплаты пособий, получения жилья и работы. В нашей области идет газификация трех сел. До 2026 года голубое топливо подведут к 25 населенным пунктам и, кроме того, наладят водоснабжение, нарушенное паводком. В преддверии национального референдума в обществе уже начали обсуждать за и против строительства АЭС. Сегодня перед студентами госуниверситета выступали физики и ядерщики. Здравствуйте. Вы смотрите программу ФАКС. В студии работает Ирина Черней. Директора школы села Копа в Цимирском районе освободили от должности по поручению генпрокурора. Ход досудебного расследования по факту смерти девятиклассника взят на личный контроль прокурором области Халидулой Даушевым. Напомним, в первый день нового учебного года в селе Копа произошла потасовка между учениками девятых и одиннадцатых классов, в результате чего погиб 14-летний подросток. Досудебное расследование ведет следственно-оперативная группа Департамента полиции Октябрьской области. Осуществление надзора поручено группе опытных процессуальных прокуроров. Для изучения причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, в район направлена специальная комиссия. Прокуратуру области внесено представление в адрес местного исполнительного органа с постановкой вопроса по ответственности Акима Тимирского района, должностных лиц Управления образования и района. По факту убийства подростка задержаны двое несовершеннолетних подозреваемых. Судом Тимирского района санкционирована мера пресечения в виде содержания их под стражей сроком на два месяца. Расследование уголовного дела взято на личный контроль генеральным прокурором Казахстана Бериком Асыловым. Казахстан сообщает, аферу почти на 1 миллиард тенге провернули через программу Сыбага в Аксюбинской области. В ходе следствия установлены трое граждан, которые, являясь представителями четырех крестьянских хозяйств, с использованием фиктивных документов обналичили государственные субсидии и кредитные средства, выделенные на приобретение племенного крупнорогатого скота. Государству причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму почти 1 миллиард тенге. В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен. Приговором суда трое лиц, осужденных пяти годам лишения свободы, движимое и недвижимое имущество осужденных конфисковано в доход государства. В обл. стадии проанализировали динамику цен. За последнюю неделю специалисты наблюдали некоторое подражание отдельных наименований социально значимых продуктов питания и вместе с тем незначительное падение цен на ряд продовольственных товаров. Индекс цен на социально значимые продовольственные товары по городу Актьюбе. За неделю наблюдалось повышение цен. Это на капусту 4,2, на яйца 1,3. Также наблюдалось снижение цен. Это на морковь 4,7, на картофель 3,5 и на лук 1,6. По улице Уалиханово продолжается ремонт дороги. Однако, если ранее подрядчики заявляли, что ограничится только ямочным ремонтом, то в последние два дня они активно срезают большую часть асфальта, начиная с железнодорожного вокзала. Это привело к формированию заторов, а рядовые горожане, в свою очередь, жалуются на большое количество пыли, которое заполонило округу. Эта улица очень оживленная, поэтому хорошо, что ее ремонтируют. Но хотелось бы, чтобы работы завершились как можно быстрее, потому что шума много стоит, да и пыль круглой. На общественном транспорте стало проблемно здесь ездить. В пробке стоим. А ведь тут расположена одна из самых оживленных остановок в городе. Хорошо, что ремонтируют дорогу, но как пешеходу мне неудобно из-за пыли. Я аллергик, и у меня разыгралась аллергия из-за пыли. Уже несколько дней вся улица в пыли. Тут и асфальт убирают, и подкопы для бордюров делают. А я вообще не понимаю, зачем ее ремонтировать. Она вроде нормальной была. Подрядчиком на участке является компания Терао Инжстрой АЭС. По плану ремонт должен пройти по всей улице Валиханово. И по проекту будет обновлен не только асфальт, но и уложены новые бордюры. Что стало уже традицией для нашего города. Почему первоначально запланированный ямочный ремонт в итоге перетек в полноценную фрезеровку асфальта, подрядчики сегодня не рассказали. Социальная помощь всегда необходима уязвимым группам населения. Среди актюбинцев актуален вопрос о выплате государством пособий, получении жилья и работы. Сегодня в здании Анагат Ахзым сотрудники Центра трудовой мобильности организовали общественную приемную для всех желающих. Консультации по трудоустройству и получению пособий давали работники облздрава, отдела занятости и других ведомств. Среди пришедших на прием много детей, одиноких матерей, инвалидов и малобеспеченных семей. Кинжигуль Тайкар Кызы – многодетная мать. У нее нет мужа, и она стоит в очереди за льготным жильем. В то же время Кинжигуль была отказана в социальной помощи. Чиновники не включили ее в список, заявив, что доход мамы превышает соответствующий лимит. Цель приема граждан – решение проблем социально незащищенных слоев населения. Проблемы обратившихся заслушивают и направляют соответствующие органы. Большинство вопросов от людей касались жилья, здравоохранения, получения АСП и подготовки к школе. На мероприятие приглашены управление здравоохранения, представители управления образования, управления предпринимательства, отдела жилищных отношений города Ктубе, отдела занятости и социальных программ. То есть каждый пришедший может получить ответ на волнующие вопросы. В области идет годификация трех сел, а в целом власти намерены до 2026 года подвести голубое топливо в 25 населенных пунктов. Кроме того, перед местными исполнительными органами поставлена задача наладить в регионе и водоснабжение. Однако на ход реновации инженерных сетей повлиял весенний паводок, после которого некоторые селы еще продолжают восстанавливаться. По данным управления энергетики, в области зарегистрировано 320 населенных пунктов, и только 52% из них обеспечены газом. Однако общая численность населения в газифицированных селах составляет 95% от всего населения региона. Газификация продолжается. В октябре с прошлого года идет строительство третьей нитки магистрального газопровода «Бухара-Урал». Общая стоимость проекта – 43 миллиарда тенге. Работа началась в 2023 году. На сегодняшний день 85% уже завершены. На 85% мы планируем в ноябре запустить данный проект. Это, в свою очередь, даст возможность реализации новых инвестиционных проектов, крупных на сумму триллиона тенге. После окончания строительства пропускная способность ветки составит 526 кубометров в час. Это должно решить проблему дефицита газа на ближайшие 30 лет, считает Управление энергетики. Также в рамках газификации в этом году планируется завершить работы в трех селах, а в следующем – еще в 25. Показатель же уровня водоснабжения выше – 88% сел имеют водопровод. Октюбинская область занимает седьмое место по обеспечению питьевой воды по республике, что, в свою очередь, хотелось бы акцентировать на том, что это неплохой показатель. И во исполнении поручений главы государства о том, что по итогам 2025 года все населенные пункты должны быть обеспечены питьевой водой, и мы этот показатель, думаем, тоже достичь. Из-за весенних поводков некоторые участки инженерных сетей в сельской местности были повреждены. В частности, в Тимирском районе в селе Алтыкарасу продолжается ремонт водопровода, а в Уюзском районе в селе Каратал ремонтируется газопровод. Влад Рогушев, программа «Факт». АЭС как фактор роста и модернизации региона в круглый стул на данную тему сегодня прошел в стенах университета имени Жубанова. Главными спикерами встречи выступили сотрудники научно-исследовательского центра радиационной физики материалов. Они совместно с коллегами из университета обсудили текущее состояние энергетической отрасли страны и рассказали, почему в Казахстане необходимо использовать мирный атом. 6 октября состоится референдум по строительству в Казахстане атомной электростанции. Проект назревал на фоне перебоев в энергоснабжении. Однако далеко не всех казахстанцев радует перспектива иметь под боком ядерный реактор. Граждан пугает возможность аварии и вред окружающей среде, который может повлечь использование мирного атома. Ученые Центра радиационной физики материалов таких опасений не разделяют. Однако отмечают, что строительство, если оно будет, должно проводиться по всем стандартам качества. А в целом атомная электростанция в стране, по их мнению, необходима. Необходимо действительно знать, что мы не имеем права допустить ни одной ошибки. Для этого надо подготовить соответствующие кадры. И кадры действительно работали именно, как вы говорите, прошли подготовку именно в таких аналогичных атомных электростанциях. Атомная электростанция должна соответствовать нашей энергоресурсами. Не больше, не меньше относительно мощности и необходимости. Государству необходимо тщательно сопровождать ход строительства АЭС, добавили в Центры радиационной физики. Любой просчет и нецелесообразные растраты денег приведет к проблемам после запуска. Необходимо исключить коррупционные риски, которые часто наблюдаются в других государственных проектах. Вот только некачественно построить дорогу – это одно. Тогда как халатное отношение к установке атомного реактора приведет к куда большим проблемам. Влад Рогушев, программа «Факт». Костак сообщает, президент Казахстана Касымжимар Тукаев принял Акима области ЖТСУ Бибита Исабаева, сообщает Пресс-служба Акорды. Исабаев отчитался об итогах социально-экономического развития региона за 7 месяцев 2024 года и планах на предстоящий период. Также Исабаев сообщил, что, учитывая аграрную направленность региона, особое внимание уделяется мерам по возврату и вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земель реализации программы АОЛа Монаты. И развитию сахарной отрасли, а также проинформировал о развитии промышленного производства, привлечении инвестиций в регион. Глава государства поручил продолжить работу по дальнейшему социально-экономическому развитию региона и повышению благосостояния населения. Добавили в Акорде. Задержание заместителя главнокомандующего национальной гвардии Константина Воронкина подтвердили в МВД Казахстана. На данный момент следственные действия проводятся компетентными органами. Ранее была распространена информация, что сотрудниками КНБ задержан заместитель главнокомандующего нацгвардии по технике и вооружению генерал-майор Воронкин. Ему якобы вменяют получение в прошлом году взятки от учредителя ТО «Параллель-ТС» заместителя председателя партии «Акжол» Д. Васильева и М. Васильева, директора этой же компании. Утверждается, что оба задержаны за дачу взятки. Майор полиции задержан Комитетом нацбезопасности по делу о сбытии химических наркотиков в Шемкенте. Подозреваемый выдворен в ВВС, сообщает Костак. Подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков выявили в Шемкенте. С поличным в момент изготовления очередной партии наркотиков задержаны и санкции суда взяты под стражу два иностранца. Изъято порядка 4 килограммов психотропного вещества мифедрон, 50 литров прекурсоров, крупная сумма денежных средств в иностранной валюте, а также лабораторное оборудование для изготовления синтетики. В селе Улкен-Аксу Алматинской области подтвердили наличие сибирской язвы у четырех участников забоя скота. Все пациенты лечатся в Алматы. Состояние без изменений, средней тяжести. В село запрещен ввоз и вывоз живых животных и животноводческой продукции. Туда перебрасывается республиканский противоэпизоотический отряд для проведения ликвидационных мероприятий, в том числе дезинфекции. Сегодня власти сообщили, что карантин после получения результатов анализов решено ввести. Прицеп без габаритных огней стал возможной причиной смертельного ДТП на Акмолинской трассе. 28-летний водитель УАЗа «Патриот» допустил столкновение с прицепом трактора, стоявшим на проезжей части в неисправном состоянии. Пассажир УАЗа от полученных травм скончался на месте. Позже в больнице скончался и водитель. Габаритные огни на прицепе не горели и не были подключены к трактору. К тому же не был выставлен аварийный знак. Молодого человека сняли с рейса из-за шутки о бомбе на борту самолета «Алматы-Уральск». Самолет проверили, взрывчатое устройство не нашли. Пассажирам пришлось ждать целый час, пока воздушное судно взлетело. В соцсетях появилось видео, снятое на борту. По словам автора ролика, молодой человек решил записать видео для соцсетей, но его действия привели к задержке рейса. За шутку юноше грозит наказание до 5000 МРП, либо исправительной работой, либо ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет. В Карагандинской области подросток дважды сообщил о якобы заложенных бомбах в школе-лицее имени Алтенсарина, чтобы прогулять учебу. Тем самым подвел себя и родителей под статьи Уголовного и Административного кодексов. Родители школьника привлечены к административной ответственности за невыполнение обязательств по воспитанию детей. Подросток признал свою вину. Родители школьника В области ЖТСУ в городе Текили задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в нападении на пожилую женщину в ее квартире. Звонок в полицию поступил от дочери женщины, которая потеряла связь с матерью. Правоохранители вместе со спасателями проникли в квартиру через балкон. Выяснилось, что неизвестный постучал в дверь, а затем, ворвавшись в дом, избил женщину и похитил 300 тысяч тенге. Подозреваемого удалось задержать. Женщина доставлена в больницу. Завершены работы по реконструкции автодороги обход станции Шамалган протяженностью 6 километров. Дорога официально открыта для движения. А в Актюбинской области сегодня также открыли движение на реконструированной дороге Кандагаш-Макат. На восьми участках среднего ремонта общей длиной 123 километра завершены работы. До 15 сентября в планах открыть еще 244 километра дорог, включая участки в Карагандинской, Жамбыльской и Актюбинской областях. В этом году реконструкция охватила 3000 километров республиканских автодорог, 1500 из которых будут готовы к концу года. На Атыраусском НПЗ назначена проверка. 4 сентября произошла остановка оборудования по олигомеризации бутенов. С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть направлена на факельную систему. В настоящее время на заводе ведутся работы по детальному выяснению обстоятельств произошедшего и возобновлению производственных операций. Департаментом экологии будет назначена проверка. После рекламы смотрите следующие сюжеты. Сегодня состоялась первая в рамках осеннего призыва отправка актюбинских призывников. 29 юношей будут нести службу на заставах пограничной службы КНБ. Продолжается неделя празднования Дня языков. Сегодня в городском Доме культуры прошел фестиваль под названием «Флаг языкового единства». В столице Венгрии завершился чемпионат мира по кикбоксингу. Среди молодежи трое актюбинских школьников вернулись с полным комплектом медалей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 6 октября 2024 года состоится республиканский референдум. Правом на участие в референдуме обладают граждане республики, достигшие 18-летнего возраста. Референдум проводится на принципах добровольного участия, свободного волеизъявления, а также всеобщего, равного, прямого и тайного голосования граждан. На референдум вынесен вопрос, согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане. Важен голос каждого. Центральная комиссия референдума Республики Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова РИКО ТВ или баннера в газете «Эврика». Все, что нужно, навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба медиагруппы РИКО. Звоните 220-250-222-300. Торжественные проводы призывников на службу прошли сегодня в октубе. 29 молодых ребят отправились защищать родину на заставах пограничной службы КНБ. Служба будет проходить в Монгостаусской области. В боевой путь новобранцев сегодня пришли проводить родители, друзья и девушки. Провожающие обратились к военному руководству с просьбой со всей ответственностью относиться к безопасности новобранцев на местах службы. С учетом периодических сообщений о гибели или избиении срочников, такие просьбы имеют под собой основания. Проводы в армию на плацу областного военкомата прошли с присущим такому делу торжеством. Перед новобранцами и их близкими с речью выступило руководство Департамента по делам обороны региона. Как сообщили военные, в текущем году на прохождение срочной службы из Актюбинской области отправится около тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Хотелось бы отметить, что именно в Актюбинской области призыв граждан осуществляется по намерному порядку. Призывному контингенту предостаточно. Также хотелось бы добавить, что в рамках проведенной работы Министерства обороны проводится такая работа по поступлению в высшие военные учебные заведения, высшие гражданские учебные заведения на грантовую основу после прохождения срочной воинской службы. Военные напомнили, что по новому закону всем срочникам предоставляются отсрочки по кредитам на момент службы плюс еще на месяц после демобилизации. Осенний призыв в области продлится до 30 декабря. Настроение боевое. Хочется отдать долг родине, отслужить, показать свое достоинство мужчины, что могу защищать родину, чтобы родственники не переживали, что жизнь в Казахстане тоже безопасна. Михаил поступил на службу в армию добровольно. Для парня важно отдать долг родине, прежде чем полноценно посвятить себя карьере и построению семьи. Лучше отслужить, потому что это имеет свои большие плюсы, чтобы, например, поступить дальше на высшее учебное заведение. То же, что в армии есть свои психологи, которые могут с ними проводить беседы, поддерживать их. И то же, что можно спокойно звонить домой, рассказать с родственниками, и все будет хорошо. Несмотря на оптимистичный настрой самих призывников, не все родители разделяют их энтузиазм. Не хочется отпускать. Ну, сам захотел, изъявил желание, поэтому мы согласились с его выбором. А вы слышали, вы знаете, вы в курсе, да, что, как говорится, армию? Конечно, я слышала, да, открываешь в соцсети обязательно. Чтобы дети возвратились здоровые, живые, чтобы все было хорошо. У меня тоже впереди скоро армия у детей. Ну, и чтобы была дисциплина, и чтобы не обижали детей, пусть они наберутся навыков хороших. Главное, чтобы, ну, было все хорошо. Призванные за осеннюю кампанию, актюбинцы будут проходить службу в различных воинских частях Министерства обороны, Службы государственной охраны, Нацгвардии и Пограничной службы КНБ. Влад Ругушев, программа «Факт». В Актюбе продолжается неделя празднования Дня языков. Сегодня в городском Доме культуры прошел фестиваль под названием «Флаг языкового единства». Событие привлекло языковедов, преподавателей казахского языка и общественников. Они обсуждали значимость и доступность изучения государственного языка. Не обошлось на фестивале и бесконцертной программы награждения актюбинцев, внесших вклад в изучение и популяризацию казахского языка. Государственный язык очень хорошо развивался в последние годы. И другие атмосферы, видно, как подтягиваются, учатся, потому что доступная платформа стала. Много стало площадок, где возможно учить. Раньше было тяжело учить. Например, я сам в данный момент учу. Я учу и онлайн, и репетиторства стало больше. Раньше не было таких курсов. Сейчас можно даже, прибегая, часто человек уезжает, он может онлайн учиться, обучаться всегда на телефоне. В день по 20-30 минут всегда можно уделить на изучение. Это очень удобно, очень легко. В столице Венгрии завершился чемпионат мира по кикбоксингу. Среди молодежи в составе национальной сборной нашу страну в Будапеште представляли и трое актюбинских школьников. Домой они вернулись с полным комплектом медалей, золота, серебро и бронза. Этот кубок теперь будет стоять дома на полочке у Ербахыта Мухаммеджанова, кандидата в мастера спорта и трехкратного чемпиона Казахстана, несмотря на его 16 лет. Он привез в родной город золото чемпионата мира. Его сверстникам и напарникам по команде тоже есть чем гордиться. В чемпионате приняли участие 3000 спортсменов из 53 стран. Наша страна выглядела весьма представительно – 86 молодых кикбоксеров. 20 из них вернулись домой с золотыми наградами. По сравнению с предыдущим чемпионатом мира, налицо большой прогресс. Два года назад первенство мира проходится именно с такой периодичностью. У Казахстана было только 9 медалей высшей пробы. Сказывается, по мнению тренеров, растущая поддержка государства. Эту поездку профинансировал Облспорт. Он же предоставляет две площадки для тренировок. Правда, спорт этот настолько сложный, что буквально единицы остаются в нем после года двух тренировок. У нас кикбоксинг – он вообще, по сути, такой жесткий вид спорта. Многие не выдерживают, надолго не задерживаются в нашем спорте. У нас очень такие моральные волевые качества обладают наши ученики. Это, в первую очередь, дисциплина. В вторую очередь, это такой стержень должен быть мужской внутри, потому что немногие остаются. В этом году мировых первенств уже не предвидится. Но ребята будут выступать на национальном ринге. И те, кто в этот раз уступил сопернику, надеются набраться опыта и в будущем превратить свое серебро и бронзу в чистое золото. Лариса Афанасьева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Костак сообщает, 97 комплектов медалей по 21 виду спорта разыгрывают на пятых всемирных играх кочевников в Астане, сообщает прислужба Министерства туризма и спорта. Общее количество медалей – 581. Общий призовой фонд пятых всемирных игр кочевников – 250 миллионов тенге, сказал заместитель руководителя дирекции по подготовке и проведению пятых всемирных игр кочевников Аблай Кандыбаев. По данным МТС, на сегодняшний день для участия в спортивных соревнованиях зарегистрировано 2430 участников из 89 стран. Среди них тренеры, спортсмены, участники культурных и исследовательских проектов. Расширьте возможности в вашей рекламе. Новая услуга – реклама с QR-кодом. Это возможность перехода в один клик на ваш сайт или страничку в Инстаграм при просмотре ролика на Рика ТВ или баннера в газете Эврика. Все, что нужно – навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба медиагруппы Рика. Звоните 220-250-222-300. Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе медиагруппы Рика. Освободите голову для бизнеса. Простое предложение – верное решение. Звоните 220-250-222-300. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн на сайте rikotv.kz. Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Начинайте утро вместе с нами. С сентября мы выходим по-новому. Программа «Жанатан» по понедельникам, средам и пятницам. Новое утро по вторникам и четвергам. Ждем вас в 7.30 на Рика ТВ. Пусть новое утро будет началом вашего удачного дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»